Уголовные дела Для того, чтобы инициаторы сбора подписи не имели права обратиться в суд и оспорить это решение ЦИКа, ЦИК обратился в прокуратуру, чтобы возбудили дело против нас и подписные листы передали в прокуратуру как вещественные доказательства. Чтобы когда мы пишем письма в ЦИК, дайте нам листы, которые вы аннулировали, чтобы мы могли оспорить ваше решение, они давали нам ответы, у нас этих листов нет, они вещественными доказательствами являются. Более 70 граждан Республики Молдова сегодня преследуются в уголовном порядке за то, что они собирали подписи. И, безусловно, и я преследуюсь. Более резонансный вопрос это вопрос уголовного преследования. Уже передали все документы в суд и в этом году уже несколько заседаний было. Это преследование меня за то, что я сумел в Бельцах организовать и запретить марш румынских лунианистов. Власти потирали руки о том, что я буду посажен в тюрьму. Я не исключаю этого исхода событий. Однако тут в течение 2012 года возникло несколько обстоятельств, которые уже делают затруднительным такое решение Бельского суда. Почему? Потому что в первую очередь мы оспорили решение прокуратуры Бельц и полиции Бельц закрыть административное дело против меня. В чем суть? Полиция не усмотрела в моих действиях состава уголовного преступления и открыла на меня административное дело. Должна была меня штрафовать в 600 рублей штрафа за то, что я там что-то сказал или что-то сделал. По закону, если против меня есть административное дело, нельзя против меня открывать уголовное дело. Потому что полиция устанавливает характер и степень события. Однако прокуратура закрыла административное дело и возбудила уголовное дело в нарушении существующего законодательства. И сейчас, когда уже я в суде преследуюсь по уголовному делу, мы обратились в судебную инстанцию. И судебная инстанция признала незаконным возбуждение уголовного дела через аннулирование административного дела. Это первое решение суда, которое помогает теперь мне в рамках уголовного преследования. Второе. В Кишиневе активисты, акционе 2012, 9 человек обратились в суд, поставив перед собой цель получить с меня 1 500 000 евро за причинение им ущерба во время событий в Бельцах. Мы прошли первую инстанцию, вторую инстанцию и высшую судебную палату. И в рамках высшей судебной палаты, значит, это окончательное решение, было доказано о том, что действия Виктора Шелина и его сторонников по защите Конституции не наносят моральный вред. И, соответственно, он не должен заплатить деньги, даже одного лея, за действия, которые совершали румынские униянисты. То есть я в суде сумел доказать, что наше действие по защите Конституции не является нанесением морального вреда, а является нашей святой обязанностью каждого гражданина встать на защиту Конституции и государственности, когда кто-либо угрожает. Это, конечно, очень серьезное политическое поражение всех румынских униянистов. То есть теперь каждый гражданин Республики Молдова должен знать, что выступая в защиту Конституции и государственности, уже есть прецедент, ты не наносишь никакого морального вреда тем, кто выступает против твоего государства. И, безусловно, теперь решение высшей судебной палаты я представлю в суд, где, согласно процессу которого прокуратура хочет меня посадить в тюрьму, как доказать то, что я даже морального вреда не принес румынским униянистам, которые поседали на нашу родину, нашу страну. И, безусловно, что судье будет очень трудно принять обвинительное какое-либо решение против меня, когда мы уже имеем два судебных решения, что я не нанес моральный вред румынским униянистам, и что прокуратура незаконно возбудила уголовное дело, а не продолжила административное дело против меня. Продолжение следует...